Всем привет! Решу поменять на мотоцикле звездочки. В процедуре ничего абсолютно сложного нет. Снимаем заднее колесо, откручиваем старую звезду, прикручиваем новую звездочку. Единственный нюанс может быть с изменением размера звезд. Как вы знаете, можно менять ведущую, ведомую звезды на другие размеры и тем самым добиваться нужного вам эффекта. Либо увеличение скорости, либо увеличение крутящего момента. Сейчас у меня на мотоцикле стоит ведущая звезда 14 и ведомая звезда, которая на заднем колесе 48 зубов на ней. Я хочу немножко добавить крутящего момента. Для этого есть два варианта. Чтобы увеличить крутящий момент, можно заднюю звезду увеличить. Сейчас стоит 48-я, поставить 49-ю или 50-ю. Либо ведущую звезду, которая на двигателе, ее можно уменьшить. Здесь вот такая звезда Rental Twin Ring. Состоит из двух частей. Эта часть алюминиевая, которая оранжевая. Для облегчения веса используется вот эта внешняя, которая другого цвета. Стальная, закаленная. Вся крутая. То есть звезда по отзывам как-то долговечная. Да, она потяжелее, чем алюминиевая. Но уходить будет дольше. Значит, это звезда на 50 зубьев. Есть у меня еще звезда от Rental Twin Ring на 13. И еще там лежит звезда на 14 новая. Я все думаю, как уставить. Толь на 13, толь на 14. Тут произвел некоторые расчеты. Если посчитать соотношение звезд, то сейчас стоит у меня 48 за 14 перед, то соотношение получается 342 звезд. Вот эта цифра, она что обозначает? Если разделить заднюю звезду на переднюю, мы получим некую цифру. Чем? Если цифра получится меньше, чем ваш исходная, то значит у вас увеличивается скорость. Если цифра получается больше, то увеличивается момент. Соответственно, очень легко проверить. То есть 48 на 14, 3,42. Вот. Если я ставлю 50 заднюю, а переднюю не менее оставляю 14. То есть соотношение 50 на 14 получится уже 357. То есть было 342, стало 357. Отношение больше, моментов больше. Вот. Если поставить 13 переднюю звезду, то соотношение 50 на 13 будет уже 382. То есть еще даже больше. Я так прикидываю, где-то на 10% больше крутящего момента. Собственно, наверное, вот на этой схеме остановлюсь. То есть зад поменяю на 10, перед поменяю на 13. Ну, посмотрю, как будет с таким моментом. Вот, в случае чего, всегда можно будет переднюю звезду вернуть, ну, на 14 новую поставить. И момент чуть-чуть уменьшится. Собственно, есть еще к звездам такие вот болтики, набор болтов от компании BOLT, как ни странно. Вот. Ну, новые болты, качественные, хорошие. Вот. Скорее всего, их тоже поставлю для меня. Собственно, поехали. Звезду откручиваем, снова прикручиваем. В принципе, все. Байковерт. Очень удобная в хозяйстве вещь. Приступаю к установке задней звезды. Колесо-то немножко преобразилось. К лукшину. Такая вот звезда. И такой вот набор болтов. У нас никаких нет. Крутить их до 25 футов LBS. Надо на ньютон-метр сейчас переводить. Пока просто наживлю. Их закручивать. Они уже болты с фиксатором резьбы. Крутить, чтобы лежать. Что хорошо. Сниму. Их закручивать, тем более обоих. Все хорошо. Лукшину одну от битр. Их закручивать. Дальше. Дальше. 25 футов LBS. Надо переводить. Здесь, по-моему, можно динамометрическом ключе. табличка значит чтобы футы лб ньютоны на метры надо может наверно на 135 что 25 футов на лб это нужно нажать на 1 35 примерно 34 получается ньютон метра соответственно выставляю с 530 там 3375 прям ровно 3375 теперь закручиваю комплекте идет переходничок замечательно да собственно все вот такое красивое заднее колесо получилось оранжевое всем спасибо за внимание а